Все соскучились по весне? Хотите, я вас немножко порадую? Смотрите, вот эта медуница. Она уже на бутонах. Это принесенная из леса. Настоящая. И вот она уже готова, уже готова лопнуть и цвести. Нарциссы тоже просыпаются. Крокусы. И вот здесь вот еще две луковички другого вида. Вот здесь гиацинтики просыпаются. Видите, какие нежные цвета? И вот эта полосочка коричневая с золотом очень благородна. Вот такой лук. Честно говоря, я не знаю, как он называется. Я его считаю целиком декоративным. Такой шар будет фиолетовый. Когда будет цвести, я вам покажу. Вот уже какие. И хризантемка просыпается. А вот это мой мак восточный. Такой будет алый-алый, как галстук пионерский. Это проснулся эрегерон. Синяя ромашка. Вот манжетка. Лаки, уйди, не мешайся. Вот там манжетка просыпается. Всем известные овечьи ушки. Это ясколка. Тоже перезимовала. Это такая будет незабудочка своеобразная. Кто знает, как эта брунера цветет. Вот эти вот корешочки, вот ее, это брунера. Незабудочка будет. Многолетняя. Вот это монарда просыпается. Вот эти ежики тоже перезимовали. Вот бадан просыпается. Видите, какая набухла уже. Уже такая большая. Это будет цветочная стрелочка здесь обязательно. А еще есть. Ну да, вот там вот еще одна цветочная. Были цветочки, так что вы ко мне попозже приходите. Еще полюбуемся с вами. Это вот Дороникум уже проснулся. Это желтая ромашка. Весенний цветок. Ну и вот это вот наши подснежнички. Они у нас на Украине белые, а у нас они голубые. Может быть они, мы их называем так подснежниками. Кто-то мне говорил, что неправильно. Это не подснежники. Это то ли пролезка, называется по-правильному. Ну, я точно не уверена. У нас просто все, что вылезает первым, их всех и зовут подснежниками. Сейчас еще посмотрим. Ага, чуть подальше. Вот еще один. Это у меня сзади огорода. Такая часть есть под забором. Тут тень всегда. Поэтому мы здесь не копаем. И вот они. Тут даже ногу не знаю, куда поставить. И вот еще одни. Потом-то они раскроются и вообще будет замечательно. Вот их сколько много. Вот здесь вот еще лезут. Ну и кот пришел. Ухо вот его зарастает. Которое мы лечили. Ну, в общем, весна уже кругом. Кругом весна, уже весна. И вот вам, посмотрите. Это орех уже готов цвести. Видите, какие шикарные у него шнурочки такие. Мягенькие-мягенькие. Очень нежные. И вот сейчас ветер. Они, гляньте, как развиваются. Как бахрома какая-то. Такое вот украшение дерева стоит. Вы смотрите, все будет в орехах. Сколько этих сережек много. И на ощупь такие хорошенькие-хорошенькие. Вот я поделилась с вами весенним настроением. У кого нет возможности выйти на природу, полюбоваться, ну, может быть, со мной пройдетесь хоть в пять минут. Вот этот дуб я обрезала, так вот, такую шарообразную форму ему придала. Не знаю, что из этого получится. Соседи, вот у нас был с соседями вместе дуб. Они его спилили. Мешал им тут вот баньку строить. А это вот побольше на моей земле вот он стоит. Но я понимаю, что соседям не надо, чтобы мои ветки лезли к ним. Но вот пока я его чекрыжила, сделала шарообразную форму. Не знаю, что из этого будет дальше. Вот же ему ист просыпается. Уже вот бутончики. Вот они уже с бутончиками. И она не боится. Даже если ей будет небольшое такое похолодание, ей не страшно. Это вот мои персики перезимовали. Почки живые. Здесь мелисса проснулась. Это будет мелисса. Это вот такой еще очиток будет. Зайчья капустка ее называют. Это вот энотера. Тоже мороза не боится. Вылезла. Вот здесь аквилегия просыпается. Вот это вот листики. Это аквилегия. Вот они. И лимонник вот просыпается. Это вот леон. Тоже перезимовал. Вот он, леон. А вот это василек. Тоже многолетний. Низкорослый. Это уже такие листики у него. Мягкие. Так, а это вот сныть пестролистые. А вот это лезут мускари. Мне еще холодно. Это вот тоже у меня такой почвопокровник. Тут тоже мускарики лезут. Видите, сколько я вам весны показала. А вот это просыпается медуница. Такая вот, видите, пятнистая. Это уже декоративная форма. Ту я вам показывала. Она была лесная. А вот это медуница садовая, декоративная. И помочки мои, радуйте меня. Вот еще мак восточный. И лейник. У меня много декоративных. Это вот рябинный листник. Действительно, листья похожи на рябину. А цвести будет кисточкой. Такую метелочку выпустит. Метелочка будет. Такой запах своеобразный. У нее не всем нравится. Но я ничего. Я все люблю. Своеобразная горка альпийская. И, как видите, еще ничего не чищено. Еще ветки валяются. Все вроде перезимовали. Это персик. Мы с него в том году первый раз ели плоды. Было их, наверное, штук 15. По талонам раздавали. Чтоб всем хватило. А это вот северная сторона. Это просыпаются хосты. Они у меня вдоль дома высажены. Вот тоже просыпаются. Такая у нас с вами весенняя прогулочка получилась. Вам до свидания. Всего доброго. Заходите, когда все будет свисти. До скорых встреч. С вами была Марина.